Итак, добрый день дорогие мои. Будем надеяться, что камера нас не очень сильно подведет. Мы с вами продолжаем наше увлекательное занятие и разговариваем о нашем любимом шитье. Сегодня совсем небольшое видео. Мне хотелось бы поделиться с вами очередным своим наблюдением из моей многочисленной практики из жизни, которая касается положения нагрудной выточки. Вы знаете, что в базовой конструкции у нас всегда нагрудная выточка строится вот в этом месте. Талиевая строится вот в этом месте. Ну и рядышком уже спинка, как говорится, до кучи. И вот мы шьем какое-то платьице. Я сейчас говорю о варианте, когда у вас платье отрезное по линии талии. Почему? Потому что дело в том, что вот у нас центр груди, вот здесь центр груди, да? Вот эта нагрудная выточка, конечно, здесь неуместна. Мы ее никогда здесь не будем шить, да? И очень часто мы располагаем с вами нагрудную выточку вот здесь в боковом шве. Но расположенная в боковом шве вот эта выточка, да, не из всех тканей будет хороша. То есть из тканей мягких, пластичных, похожих на трикотаж, тяжелых каких-то, которые легко сутюживаются вот в этом месте. Это будет нормально. Также в тканях цветных, набивных, с рисунком, с каким-то пестреньких тканях, где этого шва не будет видно. И где даже, если даже они будут у вас жестковатые, суховатые, сутюживать мне будет не идеальным, тогда тоже будет незаметно. Но что делать, если у нас ткани именно такого содержания? И мы не можем себе позволить эту выточку из бокового шва, потому что именно такое положение, когда долевая нить идет вдоль, поперечная или уточная нить идет поперек, и именно горизонтальное положение и близкое к горизонтальному положению этих выточек будет давать технологический брак. Конечно, нам технологический брак с вами не нужен. И поэтому, чтобы избежать всяких сомнений, я полюбила последние годы, когда пришел к нам, вернулся снова вот такой вот силой, делать выточки вот такими. Смотрите, из центра груди я их опускаю вниз. Вот так и вот так. Еще в базовой конструкции у нас боковая выточка талиевая, как правило, бывает здесь. Видите, она немножко смещена в бок от центра груди. Я ее оставляю практически на своем месте. Вот так и вот так. Сейчас это все ярко, может быть, выглядит как-то вызывающе, но по сути своей это очень хорошее положение выточек. Почему? Потому что вот в этом месте у нас грудной шарик находится и живет. И когда выточка направлена снизу вверх, грудь выталкивает вот эти наши, расправляет как бы вот эти вершинки. Даже если ткань не очень хорошая, не очень подходящая для выточек, жесткая, сухая, не очень удобная для работы, какой-то жаккард, какой-то хлопок, оно будет выпрямляться и будет расправляться. И в любой ткани выточки, выполненные вот таким вот образом, отведенные вот сюда вниз, будут давать замечательный результат. Ни разу еще в жизни не было переделок, когда я отправляла вот эту выточку, вот эту выточку нагрудную, когда я отправляла ее вниз. То есть вывод какое дело? Положение выточек снизу вверх, в нижней части, нагрудная выточка переведенная в область треней талии, то есть выстроена вот таким образом, вертикально, дает замечательный безотшибочный результат. Это первое и самое желаемое положение наших выточек. Пожалуйста, применяйте на практике, пробуйте, смотрите, исследуйте, проверяйте эту историю и, я думаю, очень быстро убедитесь в этом сами. Второе по значимости, идеальное, я бы сказала, размещение выточек нагрудных на большую грудь, на большой раствор нагрудной выточки. Это сверху вниз. То есть все, что будет выполняться, скажем, вот в таком вот положении, да, выточка сюда направленная, ну, центр груди, вот так будем его считать, вот так вот направленная центр груди. Что еще? Ну, я бы даже сказала, вот так направленная выточка, вот так направленные выточки. Ну, понятно, что не обе сразу, а вот это вот второе желаемое направление вот этой выточки. Это первое, а вот это второе положение нагрудной выточки. Почему и чем оно мотивируется? Оно мотивируется тем, что опять у нас идет долевая нить и сутюживать приходится вот эту поперечную нить. По долевой нити, по долевой нити, опять же сутюживание будет выполняться проще и быстрее. Конечно, всегда идеально, когда вы одну большую выточку, я уже говорила об этом, но повторюсь еще, если грудь у вас очень большая, выточка у вас очень большая, тогда всегда нужно одну большую выточку разбивать на две маленьких. То есть вместо вот этой большой одной я бы сделала одну выточку и сделала бы вот так вот вторую выточку. И эти выточки легко заменить на защипы. Можно их немножечко зашить сверху, вот так и вот так. Остальное сметать, но не прошивать до конца. И когда платье будет выполнено, значит просто-напросто распустить эти остаточки, наметки и у вас получится два защипа. Два защипа, которые будут выходить из горловинки. Ну и, конечно, горловинку вы будете оформлять уже в соответствии со своей моделью. Оставлять ее какой-то глухой тоже большого смысла не имеет. Вот мое такое наблюдение и такое мое пожелание. Значит, старайтесь избегать выточек из бокового шва в таких вот сложных случаях. Ну, еще что хочется сказать по этому поводу. Это будет хорошо, если у вас изделие отрезное по линии талии. Но это будет, опять же, та же самая история. Будет совсем не безупречно, если вы будете делать, быстренько покажу и наметаю, то, что предлагает нам очень часто выкройки готовые, да, когда жакет какой-то, или, не дай бог, какое-то платье, да, и вы переводите эту выточку вот так сюда. Вот так делаете, ну и вот так вот делаем, допустим. Поизящнее это все нарисуем, да. Давайте по цветным карандашикам это обведем, чтобы было видно. Значит, вот так. Ну и поправильнее, конечно, вот так нарисовать. Почему плохо? И почему я не использую вот эту тему? Да потому что вот на этом участке здесь долевая нить, то есть, казалось бы, выточка отправлена вниз. И вверху чистенько и выглядит это хорошо. Но когда вы выполните это построение, она вот так сюда, мы сейчас его выполним, она разместится у нас вот сюда, да, и вся вот эта боковая часть, она будет выполняться под наклоном. То есть, долевая нить пойдет уже вот так на этих участках. А я уже неоднократно повторяла, говорила, еще раз повторю, что когда вы в одном шве соединяете вместе долевое направление нити и поперечное, вы всегда получаете технологический брак. В редких-редких случаях, если ткань похожа на плащовку, если она жесткая, сухая, какая-то плотная, в редких случаях у вас получается, ну, этого незаметно, потому что она очень формоустойчива и держит эту самую форму. Во всех остальных случаях, что бы я ни делала, здесь появляются замины, провалы и очень неудачная, нехорошая в готовом виде форма. Тем более это недопустимо, если вы захотите сшить платье и отправите, вот допустим, вот этого уже нет, а рельефы уходят у нас куда-то вот сюда вниз. И вы отправите всю эту выточку туда. Во-первых, увеличивается очень сильно расход ткани, и во-вторых, весь этот технологический брак, он будет располагаться вот на эту область. Вот на эту область. Поверьте мне, пожалуйста, или проверьте, насколько это неудачное решение вот этих вот вопросов. Поэтому вот этой историей я не пользуюсь никогда. Ну, а сейчас посмотрите, как же нам выполнить вот эту работу. Давайте мы ее выполним. Итак, у вас есть вот такая базовая конструкция, как у меня здесь. Я ее обвела вот сюда. Мы хотим выточку получить вот в этом месте. Что для этого нужно сделать? А эту я хочу оставить на своем месте. Вот так. Да? Что я должна для этого сделать? Я должна взять, построить вот эту свою базовую выкройку. Сейчас я вам покажу вот на этой вот истории. Первый вариант. Два варианта я вам всегда буду показывать на ваш выбор. Вот у нас есть базовая конструкция. Мы... Есть у нас вот эта нагрудная выточка. Я хочу ее убрать сверху и хочу ее отправить вниз. А рядышком у меня есть вот такая вот талиевая выточка. Что я буду делать привычным способом для нас с вами? Я буду разрезать, конечно, нижнюю выточку в том месте, где я хочу. И закрывать вот так аккуратненько верхнюю у меня получится вот такая вот картинка. И вот оно, долевое направление нити. А это косое направление нити. Но на таком коротеньком участке, если изделие у нас отрезное по линии талии, вы этот технологический брак не заметите. Он у вас не прочувствуется, не прозвучит и вас не подведет. И будет у вас вот такая вот картинка. В конце концов. Но многие из вас, что я чаще всего и делаю? Но многие из вас любят делать вот такие выкройки и не хотят их портить. Я вам показываю прием, который я называю математика 6 класс, метод поворота. Как использовать и как делали, собственно говоря, очень часто раньше в ателье, когда были заготовки, были вот эти вот лекала. Конечно, никто эти лекала унифицированные не резал, которые висели по стенкам. А как это делалось? Это делалось следующим образом. Мы бралась вот эта вот лекала унифицированная. На нем рисовалось нужное новенькое положение этой выточки. Я ее отправляю вот сюда вниз. Затем рисовалась вот эта выточка. Сюда можно поставить карандашик и нашу выточку просто закрыть. Вот так метод поворота математика 6 класс. Отметочку сделать здесь. Отметочку сделать здесь. Так, так, так. Так, так, так. Так. Эту выточку оставляем на своем месте. И вы обвели только ту часть, которая у вас повернулась. Вот и все. Выкройка готова. Так, повторяю еще раз. Вот это у нас было. Так. Я хочу выточку закрыть. Выточку закрыть. Поставили карандашик. И повернули. Вот так вот закрыли эту выточку. И она открылась у нас сюда. Обводим, что осталось. Так, время. Следим за временем. Так. Побыстрее работаем. Значит, было у нас. Вот так. Раз. Два. Вот так. И была у нас вот эта выточка. А что стало? Стало. Вот так. Вот так. Вот так. Маленькая выточка перешла сюда. Вот так. И нам осталось только взять и соединить вот эту точку. Вот сюда. Все. И ваша выкройка готова. Вот вам выточка одна. Вот вам выточка вторая. То есть легко и просто метод поворота работает и помогает вам не испортить вашу базовую конструкцию. Просто повернуть ее. И так вы можете эти выточки переносить куда угодно. Хотите сюда, пожалуйста. Сначала нарисуем. Давайте еще один пример. Уже не относящийся, конечно, к делу. Но в школе разговор у нас зашел, чтобы вы ничего не боялись. А закрепили вот этот навык. Хотите выточку сделать, например, вот сюда. Почему тоже нет? Значит, здесь вы рисуете вот это направление. Вот как я это сделаю? Вот так. Отмечу точечку. Нарисую вот это направление. Потом сделала раз. И повернула эту выточку. Отметочку взяла. И то же самое. Так. Да. Она у меня открылась. Куда? Она у меня открылась. Вот сюда. Пожалуйста. Вот вам новенькое положение этой выточки. Теперь она уже открыта здесь. И так далее. То есть я могу из этой точки куда угодно провести свои лучики. И там же и откроется. Ну и характерная для всех это вот эта боковая выточка. А теперь по пути про спинку. Посмотрите, куда я люблю отправлять наши выточки на спинке плечевые. Я их люблю отправлять вот сюда. Под прямым уголочком горловинки. Поэтому я кладу базовую выкройку вот сюда. Ставлю точку вот в этом месте на этой базовой выкройке. Затем зажимаю карандашиком вершинку. Закрываю вот эту выточку. И отмечаю от этой точки остаток горловинки. Пошел сюда. И вот у меня получилась новенькая выточка. То есть открылась. Она закрылась. У меня вот здесь. И открылась в горловинке. Вот таким вот чудненьким образом вам легко и просто не выбрасывая вашу базовую конструкцию. Не портя ее. Кто-то так любит. Вы можете это делать. Но что еще сказать. Если есть средний шов по спинке. Значит обязательно старайтесь хотя бы вот здесь полтора сантиметрика убрать. И оформить его вот таким вот образом. То есть полтора сантиметра разбиваем большую вот эту выточку на две. Полтора сантиметра забираем сюда. Уменьшаем вот эту выточку соответственно на полтора сантиметра. И пожалуйста отводите ее чуть-чуть вбок. Тогда вот такая будет у вас чудная картинка. Будет получаться все хорошо. Ну вот собственно говоря мои дорогие. На сегодня пожалуй мы закончим нашу коротенькую встречу. То есть еще вам одна такая вот небольшая полезность. Значит любите нагрудные выточки перемещенные вот сюда. Что делать с нагрудными выточками есть у вас не отрезное изделие по талии. Нужно думать очень тщательно, старательно, учитывая свойства ткани, учитывая вашу фигурку, учитывая тот конкретный силуэт и фасон, который вы хотите выполнить. На этом разрешите с вами попрощаться, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, размещайте его в социальных сетях, ссылочки на него если вам нравится. Всегда ваша Галина Коломейко. До новых встреч.